Юрий начал заниматься спортом с трёх лет. Первым увлечением у него были лыжи, которые маленький Юрий пристёгивал к валенкам и часами катался на Талаевской горке. В шесть лет он принял участие в своих первых соревнованиях, до которых его вначале не допустили. И мне это так задело, и я такой, ох, это. И пока там замешательство, я стал чуть дальше от них. И всё равно, когда старт был, я им столько привёз на 100 метров, наверное, метров 10. У меня просто вот качали весь стадион, и ничего понять не могли, как этот маленький шлепок, вот такой вот, да, коровья, вдруг сделал вот этих здоровых, на 6 лет старше. После этого случая Юрий ещё усерднее стал заниматься спортом. Ребёнок рос, и из худенького мальчика, которого сверстники называли Камариком, Юра постепенно превращался в сильного спортсмена. Увлечение бодибилдингом началось с той поры, когда он впервые попал в наш клуб «Олимп». Со временем Юрию удалось даже побить результат Арнольда Шварценеггера. Одно из упражнений – жимлёж. Это основной показатель силы. И когда я прочитал в журнале, что у Шварценеггера было 205 килограмм, а у его друга, мистера Олимпия, Франка Колумба – 200, то у меня была цель, пока я не выжму 10-20, я не выйду. И он выжил. Когда Юрию исполнилось 25 лет, его избрали главным тренером сборной Москвы по бодибилдингу. В одном из фитнес-клубов спортсмен познакомился с Никитой Михалковым. Мы с ним проработали 12 лет. Я был как и личный тренер, и как правая рука во всех его проектах. И вот так вот жизнь связалась с ним. Ну, а вы знаете как, у него же большой круг общения. И все, естественно, видят, что мы занимаемся спортом. А могу ли я? Конечно, можно. Чуть позже Михалков познакомил вас с президентом нашей страны Владимиром Путиным. Юрий с улыбкой вспоминает их первую встречу. Вот так вот сбегая, и Владимир Владимирович вот такой посмотрел, ну какие вы тут все здоровые. На нас там стоял тренажер. Он так посмотрел, но он человек, конечно, профессиональный. И когда он хотел приложиться к штанге, там стоял вес довольно большой. И я понимаю, это снимаете блины. Он так смущенно. А я что, слабее Михалкова? Я говорю, Владимир Владимирович, вы просто не в той весовой категории. И он так это понял, тонко так. Я этот вес снял. И я помню, штанга была 50 килограмм. Он ее спокойненько на 15 раз выжил. Приходилось Юрию Голубеву тренировать и председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Он мне так чистенько, причем 15 разиков. Подтянулся, слез, я говорю, зачет с отличия Дмитрия. То есть пожарный ему руку. Потом еще так прошлись, там позанимались, как говорится. Сейчас Юрий помогает полным людям сбросить лишний вес. Например, и женщин, которых тренирует бодибилдер. Он хочет сделать мисс бикини, чтобы те выглядели красиво, как на обложках журналов. Мы везде тренируемся, не только в зале. Я разнообразный человек такой. Я не зацикливаюсь только на зале. Я функционально. У меня ходьба с весом. Они в подъемы ходят. Велосипед, бег. То есть сочетание циклических видов спорта с силовым. В настоящее время Юрий Голубев занимается проектом «Спорт всем миром», где участвуют люди, совершившие поступки и подвиги в защиту жизни, чести и достоинства граждан государства. Екатерина Фокичева, Дмитрий Маракасов, Солнечногорское телевидение, «Спортивное обозрение».